Я никогда не возьму в работу детский канал. И вот почему. Со взрослыми работать проще. Ты сказал, замотивировал и объяснил им, дал им в голову, сказал, слушай, вот если у тебя будет это, 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 у тебя увеличится продажа, у тебя будет то, у тебя будет узнаваемость, у тебя будет бренд, и он понимает зачем. Ребенку вы не объясните, никогда. Вы можете его заинтересовать, но не замотивировать. Вот ребенку не интересно абсолютно, что у вас там кредит, ипотека, что вы там инвестировали в рекламу. Он сегодня снимает, а потом не снимает. Дальше. Чтобы заниматься каналом, любым каналом сейчас профессионально, необходимо огромное количество времени. Не работая так, что вы где-то работая на какой-то работе основной. Будете два часа в день уделять каналу ребенка. Тоже так не работает. Почему? Потому что ваши два часа и его два часа, это разные два часа. В его жизни это могут быть два часа, допустим, с пяти до семи, а у вас с семи до девяти. Либо он хочет на выходных поспать, а вы начинаете его тормошить. Почему я так говорю? Потому что я знаю, я с Федором пытаюсь это делать. Я прошу его, и я понимаю, что он может быть, в него может быть, он хочет сам когда-то выступать и когда-то сниматься, а когда ты даже не затащишь его. Мы на студии поставили и приставку, и телевизор большой, и то, и все, и все. Он не хочет ничего. И как я могу ребенка заставить? Так это я могу своего. А как вы, господа, те, кто продвигает детский канал, готовы чужих детей заставлять? Вы чего? Большие психологи? Нет. И поэтому, если еще работать с чужим ребенком, там же надо грань. Он говорит, я не хочу. И все, и все ваши эти вот истории про то, что вы там, вот опять же, это история из жизни, друзья. Когда мы говорим, есть мамочка, приходит и говорит, она мне рассказывает по скайпу, говорит, вот смотрите, какая большая студия, мы целую комнату отдали под эту студию, вот стол для распаковки, вот свет, свет, там миллион, там камеры, там еще миллион, там это, там то. А мы дедушку продали дедушку на квартиру и вбухали в студию. У нас там были консультанты, СММ, там пятое, десятое, шестое, седьмое и ничего не получается. Просто потому, что к чему это рассказывают? Что сначала надо для себя примерно понять, что главный герой вашего канала о ребенке ребенок, а он еще в мире детства, вот не мешайте ему этому миру развиваться, да, там вы начинаете, то есть многие, вот я смотрел недавно видео урок, там закрытый урок, там гуру, там команда, которая сделала канал, детский канал, там миллионы просмотров, там да, но извините, друзья, этот канал датирован две тысячи девятым годом. В то время любой дет, то есть вот буквально там две тысячи тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый год, любой канал детский, он стрелял, независимо от того, что там были, распаковки, киндеры, там игрушки, потому что у детей не было этого всего и они, как другие дети, покупали там двести или там триста этих киндеров распаковывали и им было интересно. Это был детский контент, который смотрели всей, там чуть ли не семьей, там да, потому что зачем тебе, посмотри, как там распаковывают. И вот этот формат, он сейчас каждый, причем смотрите, тут фишка в чем, третий момент, каждый ваш зритель мечтает о таком же канале. Соответственно, каждый ваш зритель является де-факто потенциальным вашим конкурентом. Я не делаю детские каналы. Я призываю тех, кто сейчас думает, либо поделитесь этим видео с теми, кто хочет детский делать канал, да. Подумайте в другую сторону, где вы можете делать канал с детьми. Важно делать не детский канал, а канал с детьми. Понимаете, тогда будет, ну, может тогда пойти. А вот то, что вы хотите, многие приходят, и говорят, какая у вас цель детского канала. Ну, чтобы мой ребенок, я говорю, давайте честно, какая у вас цель для вашего детского канала. Те, кто со мной работают, они понимают, я мужчинам говорю, представьте, что я практолог, да. А женщинам представьте, что я гинеколог. Говорите мне правду, потому что потом, если я пойму, или мы придем к тому, что это была не совсем та цель, которую вы преследовали, да. Соответственно, ну, деньги, оказывается, они кредитные, то, что были взяты на канал, там, да. Либо ребенок, там, есть старший брат, там, который, там, уверял, там, что все будет хорошо. Либо, там, у нас, там, был сосед, который сделает хорошее видео, и мы хотим, хотим сделать лучше, чем он, там. Мы хотим, вот я работаю, там, не знаю, там, инженером, там, моя жена работает швеей, а мы хотим летать на Мальдивы, как это делает семья, там, из вот этого вот канала, там, да. Они, там, вот в этом формате. То есть, вот такие хотелки, там, потаенные. Сразу говорим, и поэтому сразу понимаем. Вот сейчас то время, когда существует огромный пласт различных шарлатанов, которые начинают вас учить делать детские каналы, у вас не может быть одного рецепта, одного рецепта, как сделать канал. Нельзя этому научить всех. Это индивидуальная работа, но у вас разная тематика, разные дети, разные истории, разные продукты, разные камеры, разные условия подбора людей, там, на монтаж, разный свет, разные идеи, разные возможности. Потому что для кого-то, вот для кого-то, пойти и арендовать полбассейна – это просто. Для кого-то поехать на море сейчас, прямо сейчас, подняться – тоже просто. А кто-то собирает на камеру, там, берет камеру в рассрочку, либо, там, чуть ли не в кредит эту бедную камеру за 300 долларов. Надо понимать разные возможности, нельзя всем дать один рецепт. И вот детский канал – это последнее, что я бы делал с своим ребенком.